доброго дня как и обещал проводим сегодня еще одну виде трансляцию в виде ответов на вопросы сейчас спрошу всех тех кто подключился сообщить насколько слышно просто напишите как со звуком дякую а я пока перепащу наши группах прошу сообщить как слышно и что у нас со связью нормально слышно да чудно друзья вчера провел видео трансляцию после ну фактически трехмесячной молчания потому что у нас был организационная пауза мы организовывались готовились тем кому интересно посмотреть и послушать что конкретно мы делали все эти три месяца это пожалуйста предыдущее видео я сейчас сегодня как и обещал отвечаю на вопросы ну давайте вопросы по силам обороны украины первое будут ли в днепре силы обороны украины будут ли они создаваться ну силы обороны украины это организация активных патриотичных людей которые готовы защищать свои права конституционные права своих товарищей право на мирный протест право на гидность на честь на життя на свое и на жаль это право теперь нужно уже защищать независимо от наличия и отсутствие внутренних органов то бишь полиция еще кого-то потому что на жаль эти органы сейчас работают на защиту именно олигархов на защиту варья и мы видим как это все происходит значит кроме того напоминаю что сила обороны украины это объединение патриотов и против врага внешнего то есть не исключено что случае если все-таки гражданское общество в украине будет побеждать это очень не исключено то путин решится на прямое вторжение более серьезно чем сейчас я не буду долго приводить аргументов я лично считаю что поведение большинства высших начальников наших военных будет примерно такой же в 2014 году поэтому нужно знать патриотам что делать как помочь армии как помочь своим семьям как не допустить паники как сделать так чтобы украина максимально сохранилась и в днепре силы обороны украины тоже будут создаваться три месяца нам понадобилось чтобы разработать курс подобрать подобрать людей которые будут преподавать организовать базу именно в киевской области взяли за основу опыт батальон донбасс и восьми томник ганса фон даха я имею ввиду это курс по подготовке территориальной обороны швейцарии мы его адаптировали под наши украинские реалии честно скажу я очень сильно завидую переживаю что нам это книжка не досталось четырнадцатом году потому что вместо этих этих анекретических колонских школ сержантов в школе нацгвардии нам бы конечно бы очень понадобилось бы именно это творчество поэтому в днепре тоже будут но это нужно время я думаю что будем как приглашать людей из регионов в на центральные базы у нас сейчас база есть полтаве есть база в кировоградской области есть база в волыне есть база в киевской области так и с помощью людей будем открывать учебные центры в регионах ну я не вижу вопроса но хочу сам вместо этого вопроса сказать почему четырнадцатом году мы это не сделали ну скажу честно я был один из тех кто поверил что и порошенко и кабинет министров будет вместе с генштабом организовывать своими силами но мы тяжело могли поверить что они настолько сумасшедшие что оставят народ украины неорганизованным перед лицом путинского агрессора но нажали все эти четыре года показывают что нажали нашего влади влада кардифта олигархи очень связано с российской владой общим бизнесом общей интересами общем прошлом поэтому почему они вооружают свою охрану не но не вооружает они организовывают народ как например делается сейчас швеции в швейцарии уже понятно поэтому извините можете мне на голову сыпать громые молнии я не идеальный человек я не старик хаттабыч который прозревает будущее я тоже верил как и многие прощения тут работаю со своей телефона жинок берут ли на навчанья сразу хочу сказать что силы обороны украины это не военная организация там военные в общем-то бывшие военные они свою часть занимают они в основном инструктора командиры но это именно гражданская часть это объединение людей которые готовы действовать по принципу один за всех и все для за одного которые не готовы быть зависимы от того командования которое мы обучали все эти 20 лет за свои деньги за свои налоги и потом увидели в четырнадцатом году его первое лицо и увидели сейчас его второе лицо когда они рассказывают нам про европейскую армию про первую армию европы но мы-то знаем какая там ситуация на самом деле поэтому женок тоже берут там инший курс один для командиров другой для рядовых есть и разделение женский мужской первые сборы завтра проходят в 10 часов обзванивает наш координатор с чем сильнее всех кому не прозвонили не беспокойтесь нам принципе до 100 человек пера достаточно хватит потому что нужно все отработать нужно отработать питание ночевку курсы я сам буду присутствовать чтобы это было интересно потому что я но понимаю что если это будет неинтересно нафиг никому не нужно такое же в литве и в эстонии и латвии подработаем если васильки вы рух вызвания я тут живу дружи нажали васильки его пока немая и в киеве зайди пожалуйста на страницу рух вызвания подпиши там есть анкета запомните анкету мы с вами свяжемся как только василькове будет достаточное количество людей хотя бы там 5 человек который поддерживает наши идеи наши цели разделяют то мы организуем там у вас осредок первичный и подащите офис будет значит офис как пройти подготовку командиров зайти на фейсбук силы обороны украины поищите фейсбуке там есть анкетка заполнить анкетку и после этого вас пригласят либо на какой-то курс в киевской области либо в полтавской либо в волынской либо непосредственно в кировоградской у нас сейчас пока нету других баз ну и если вы будете иметь скажем так с дыбности командира то будет на подготовку командира будет ли сила во броне в одессе если будут но слушайте одесса это реально наше больное место потому что государство все сделал для того чтобы одесса поддерживал кого угодно кроме украины я не говорю за всех я понимаю что там есть масса патриотов но людей реально там уже режут убивают и мы все видели все эти истории мы обязаны их там создать друзья ну давайте будем реалистами еще раз все требует ресурсов все это требует организации мы совершенствуемся мы свои ошибки скажем так понимаем и их устраняем но мы не можем двигаться быстрее нежели нам позволяют ресурсы возможности наличия активных людей в одессе пожалуйста кто есть в одессе выходите к нам на звездок будем организовывать это у вас вопросы по политзаключенным вопрос что с левом тажаком ну друзья давайте я расскажу тому кто не знает после того когда батальон донбасс стали разваливать в конце четырнадцатого года начале пятнадцатого разные методы там используя не упускали на фронт устраивали фейковые бунты выгидывали в сми история о том что там бойцы не доверяют командованию еще что-то часть людей ушло в специально созданный муженком батальон клон донбасса в зсу и лев это один из тех людей кто до ушел после этого его обвинили в заказном убийстве его командир поставлен муженком который по его мнению должен претендовать на командира батальона донбасс хотя донбасса не имеет никакого отношения на него просто наплевал он про него забыл ну слушайте мы готовы в случае необходимости например взять их на поруки про жака сейчас я расскажу я уже подписывал этот документ но мы не можем вместо их командиров полностью обеспечить им безопасность они тоже сделали свой выбор они пошли не в донбасс они пошли потом другое подразделение и мне конечно очень стыдно за их командиров которые просто бросили совершали они эти преступления в которых обвиняют не совершали я не знаю но я думаю что они имеют точно такое же право на защиту на защиту свою будучи на свободе как и на сиров как и розенблат как и прочее поэтому я просто рекомендую их адвокатам не засовывать язык в задницу а выйти с нами на связь хотя бы через мою личку в фейсбуке что до жака жак это бывший командир второй роты батальона донбасс половину четырнадцатого года и половину пятнадцатого он поливал говном меня непосредственно и батальон донбасс работал он беспосредственно с керамиста нацгвардии который тогда была поставлена задача полностью нас опорочить и расколоть батальон донбасс ну я считаю что он вел себя как мерзавец однако когда ко мне подошли в шестнадцатом семнадцатом году жители мариуполя и поди попросили его поддержать я подписал свое ходатайство взять его на поруки на жаль суд этого не отдал еще раз я считаю что под лежачий камень вода не течет я не считаю ну вот того же жака своим поворотимом я считаю что он очень много сделал для раскола добровольческого движения но для меня сейчас и год назад и два года назад не имеет значения каким мерзавцам или заблудившись человеком стал доброволец для меня имеет значение только одно они защищали украину поэтому я особо быстро готов помогать защите и семьям с тем чтобы они имели такую же степень и возможность защищать себя как министры депутаты прокуроры пожалуйста выйти на связь все что от нас требуется пожалуйста мы подпишем готовы подписать ходатайство о взятии на поруки других у нас способов влияния на суд нет но мы не можем также точно как и например там беку хаммеру галу людям с которыми боролись с нами плечо к плечу ездить на суды я объяснил почему но я готов забыть все предыдущие ну скажем так моменты которые нас разделяют забыть о том как свой себя вел и помнить только одно эти люди четырнадцатом в пятнадцатом году стали на защиту украины поэтому кто там пишет пожалуйста выясняйте что с ними самостоятельно я готов как бывший доброволец как народный депутат помогать защите чтобы они имели возможность защищать себя в суде будучи на свободе готов подписать эти документы не сидите не тормозите уже подписывал готов подписать еще чуть и нормально чему не борете за сенцов и других хлопцев почему мы не боремся за сенцов и других хлопцев ну друзья если вы считаете что бороться за сенцов это поставить себе их на аватарку их портрет и кричать свободу сенцов вы сильно ошибаетесь я очень уважаю всех людей которые по мере своих сил принимают участие в этих компаниях но я прекрасно знаю что для того чтобы реально освободить сенцова нужно убрать от власти крадеев то олигархи людей которые дуют украину которые торгуют наши национальными интересами которыми ее разваливают и тогда страна будет иметь возможность вернуть своих политвязней как да очень просто с 15 года количество объем вложений российской экономики в украину удвоился на жаль наше висково-политичное керевництво торгует с ворогом у нас здесь есть масса российских пропагандистов которые владеют информационными каналами возможность обменять наших хлопцев есть элементарная но для этого нужно быть у власти от того что я там вешаю или не вешаю аватарку свободу сенцова себе на фейсбук ничего не изменится я очень уважаю тех людей которые пытаются таким образом помочь но я народный депутат я человек который четыре года изучаю эту систему изнутри борюсь ней поэтому не хочу строить из себя дурачка рассказывая о том что я верю что это поможет мы хотим сменить власть нашей стране чтобы народ имел возможность руководить своей верховной рады чтобы власть отображала наши национальные интересы защищала их я уверен что достаточно ресурсов в стране достаточно патриотичных людей чтобы защищать каждого нашего гражданина в любой точке земного шара а такие возможности у нас есть поэтому вопрос чего нормально вы не будете за сенцова я оставлю как риторический что вы можете сказать за торнадо ну про торнадо смотрите батальон торнадо бывший шахтерск участвовал вместе с нами в первом и втором штурме иловайска в первом штурме их особые стабачи во втором штурме ну там знал о том что там они где-то неподалеку есть в пятнадцатом году ко мне обратился один из их руководителей николай цуккур который попросил помочь им в раскрытии контрабандных схем которые тогда просветали в луганской области я поехал вместе с ними посмотрел эти схемы опубликовал свой отчет подтвердил что это действительно так есть ну и после того когда скажем так гера антон герасченко и матиос начали устраивать свое шоу в пятнадцатом году с их арестом я отслеживал это дело и я беспосредно одну холыночку я беспосредно информировал народ украины о том что то что несут по телевизору о том что эти люди насильники убийцы о том что эти люди там чуть ли не там как несла татьяна черновол по телевизору имели фотографии каких-то из насиленных детей все это брехня мало того что у них в деле даже нет таких статей я не знаю насколько чисты перед законом полностью батальон торнадо однако я считаю что 90 ну все что я слышал по телевизору большую часть это просто полная брехня я просто взял уголовное дело и сверил уголовное дело с тем что их обвиняли по телевизору там нет просто даже близко таких статей и когда я это узнал это было второе наше дело когда мы организовали штаб вызвания патриотов первое дело было это дело батальона айдар это дело на бате ли валентина лихали там его вытащили тогда из тюрьмы вытащили под домашний ну сначала под подписку под нашего совместного завязания и генпрокурор признал что да действительно к ним претензий нет и хочу сказать это было в шестнадцатом году прошло два года это для тех давайте я скажу без мата для тех растений которые рассказывают сказки они виноваты мне один волонтер сказал или тех тварей которые прикрываются волонтерством тем чтобы поливать дерьмом добровольцев за два года валентину лихалиту батальона и дар не было предъявлено в суде никаких пидозр то есть если бы мы его не вытащили тогда в шестнадцатом я большое спасибо благодарю тех хлопцев и девчат которые помогали на кричатике он посидел бы два года без всякого доказательств и движений в суде сидел бы за решеткой а те твари которые себя выдают за волонтеров которые только и делают что рассказывают мне там что-то кто-то сказал эти добровольцы там такое делали ой-ой-ой эти информационные проститутки устраивали бы хор подпевку и легализовывали бы их пребывания там так вот торнадо было вторым таким делом и мы тогда добились под оболонским судом чтобы завели туда в суд который был закрытый журналистов мы комментировали все это против нескольких хлопцев батальона донбасс было возбуждены уголовные дела которые до сих пор не рассмотрены на жаль им был вынесен приговор без учета реальных обстоятельств без учета реальных обстоятельств еще раз потому что они имеют право быть на свободе и доказывать на свободе свою невиновность точно так же как на сировой розенблаты и прочее и я знаю что то в чем их обвиняли по телевизору в том числе народные депутаты на которых клейма ставить негде у них в деле даже близко не было этих статей вот что я думаю об этом интернаде я считаю что матиус агент фсб порошенко недалеко от него ушел и они готовят страну к принятию поражения а для этого нужно чтобы большая часть населения считала добровольцев мародерами негодяями военными преступниками майдановцев вспомните дело в убенчика она же тоже недавно было уже в суде чтобы считали примерно такими же чтобы история была такая на майдане петр лисеевич порошенко предлагал все усилия чтобы закончить все миром однако майдановцы мародеры негодяи преступники агенты фсб устроили насилие потом поехали на донбасс устроили дополнительное насилие пошло насилие с той стороны а сейчас всех помирили одних убили на востоке я имею ввиду из террористов из российских наемников вторых убили здесь засунули в тюрьму я имею ввиду уже добровольцев с нашей стороны а давайте помиримся примем минские соглашения сделаем всем амнистию ну и начнем торговать воровать вместе с россией как оно было и раньше я думаю что все это было только аккордами подготовки но первым пошло батальон торнадо потом пошли батальон айдар потом подошли батальон донбасс поэтому я считаю что это попытка агента фсб петра лисеевича порошенко я не думаю что он уж совсем прямой агент я думаю что скорее всего он вассальный гетьман но для меня разницы нету это он реализует просто-напросто вместе со своими брестными теми кто обворовал нашу страну все эти годы вспомните кто у нас генпрокурор вспомните кто у нас министр мвд вспомните кто у нас министр и кто сам порошенко что десять лет назад эти люди были в власти воровали разваливали страну и рассказывали почему живем плохо так и сейчас это все продолжается вот что я думаю про торнадо вопрос четвертый я занимаюсь правую захисту бойцов батальон торнадо комбат руслана личенко вы его знаете чему захищающий галла бубенчика бека и инших вы навесловом не вспомнили своих побратимов бойцов батальон торнадо их славного комбата в они что десна злочинцы и не заслуговывают захиста адже на справде цевоны перши стали на заваде торговли на крови и вы это знаете ну друзья по перше не они перши стали на заваде они стали в пятнадцатом году наши хлопцы в четырнадцатом году в декабре перекрыли во главе с комбатом который меня сменил донбассе анатолий виногродским незаконную торговлю в луганской области мы перекрыли вместе с батальоном днепр и правым сектором торговлю в донецкой области и конвои ахметова это было в декабре четырнадцатого года после этого на нас палил палился скажем так поток война после этого отпустили более 100 наших пленных потому что ахметова было нужно таскать туда конвои не для того чтобы дедушкам бабушкам показывать что он хороший а чтобы снабжать боевиков находили очень многие запрещенные предметы в этих конвоях это для совсем уж точности почему ну потому что вы очень плохо знаете историю и потому что вместе того чтобы защищать их в суде юридически занимаетесь херней в шестнадцатом году еще раз повторяю бойцы батальона донбасс просто заблокировали здание болонского суда провели несколько боев когда на них незаконно нападали спецпризначенцы до сих пор по многим из них возбуждены уголовного дела и мы тогда добились что зашли журналисты к торнадовцам и взяли них интервью тогда на жаль информационная атака была настолько велика что не удалось убедить общество что то что по ним рассказывают по телевизору это что на самом деле предъявляют в деле это разные вещи совершенно им был выдвинут приговор а теперь не вопрос адвокат вы которая сейчас раскидывается обвинениями ходите на суды к донбассовцам вы приходили когда нас разгоняли на грушевского вы делали что-то на пользу нашим хлопцам когда они проводили обыски я рекомендую вам заткнуться когда мне пишут в личку на фейсбуке что-то добровольцы торнадо например когда нужно прийти к ним на суд я прихожу им будет нужно я как народный депутат приду и окажу всяческую поддержку как и любым другим добровольцам а вами рекомендую не забывать историю не искать возможности нас рассорить и не заниматься глупостями а забеспечить им юридическую питримку потому что я уверен что после смены власти их дело будет пересмотрено и пересмотрено в том числе с учетом того очень серьезного вреда который депутаты очень многие властных фракций пропагандоны так званые волонтеры я различаю волонтеров реальных и волонтеров тех кто раскручивается специально в сети чтобы вызывать доверие людей чтобы потом лить на кого-то дерьмо это особый класс волонтеров так званых я их называю информационными проститутками честь и хвала настоящим волонтерам их сотни их тысячи которые последние отдавали в помощь армии в помощь добровольца и греть в аду тем негодяям которых раскручивали олигархи в качестве волонтеров которые потом вылазили на телевизор рассказывали у нас доказательств нет но мне одна знакомая говорила что это такие злочинцы вы ничем твари от агентов НКВД 30-х годов не отличаетесь примерно то же самое честь и хвала настоящим волонтерам и ганьба информационным проституткам так вот я бы рекомендовал бы очень заняться все таки юридической защитой потому что я абсолютно уверен что после окончания давления которые оказываются на суды военной прокуратуры в политических целях это дело будет осмотрено реально и будет установлено что те преступления которые реально инкомбинируют от тех преступлений которые им предписывают по телевизору различается на порядок поехали дальше вопросы по антикоррупционному суду питание я не разумыла приняли закон про занятия неприкосновенности разом с антикоррупционным судом нет смотрите за время пока находились протестующие на грушевского с октября по 3 марта 2018 года были приняты все три закона которые мы требовали в первом чтении был принят закон про снятие неприкосновенности и отправлен в конституционный суд для того чтобы проверить его на конституционность второе был принят закон о выборах в первом чтении и третье был принят закон про антикоррупционный суд в частности 1 марта сейчас после разгона палаточного городка было продолжено давление запада на порошенко и несколько дней назад был принят закон про антикоррупционный суд закон про снятие неприкосновенности во втором чтении был еще не принят колы буду в день незалежный суд чтобы с коррумпованными политиками не буду вас обманывать независимый суд будет в действии только тогда когда мы отстраним от власти преступников воров и прислужников олигархов конфискуем их майно отдадим это майно через бюджет людям и когда люди чиновники следующие за ними прокуроры суди депутаты увидят что закон нашей стране исполняется и что закон нужно уважать и его бояться нарушать только тогда это будет о методах поговорим позже когда будет соответствующий вопрос самими законами мы ничего не изменим но мы закладываем ту базу которая нам позволит с минимальными потрясениями это в будущем реализовать а винбуды працуватый цей суд че усе заради мвф кредиту но многие большинство депутатов которые принадлежат правящим фракции считают что они надурят каким-то образом и украинское суспильство и запад получат сейчас кредит получат возможность подкупить депутатов мажоритарщиков перед выборами чтобы они поддержали порошенко сделать так чтобы не поднимались курс доллара не рушилась экономика и не злились на них люди еще сильнее перед выборами а дальше они как-то обманут но это не так считают мы считаем по-другому посмотрим кто победит это кстати от вас зависит потому что мы сами без вас никто мы сами депутаты которые честно выполняют свою работу без вас никто люди без представителей никто и мы без вас никто только когда мы действительно сможем коорнировать свои усилия выйти кто нас сюда отправлял и мы те кто хотим ваше доверие сохранить и на общее благо работать вот тогда будет результат семён они уже что думаешь антикоррупционный суд ци будут люди не порошенко побачим поживем побачим пока мы приняли этот закон законопроект как закон уже в той формировке который вроде бы устраивает и антикоррупционных активистов и запад посмотрим дальше по конгрессу вопросы як вы вы относитесь до першого национального украинского конгресса че будете сперпрацюваты на президентских выборов с кандидатом винороду бубенчиком смотрите на встречу диаспоры в праге меня приглашали многие люди для того чтобы я рассказал гражданам украины прежде всего в том числе проживающим за границей о том что на самом деле происходит верховной ради как происходит на покадавство что общее происходит я туда приехал к своему удивлению я оказался одним единственным депутатом я не принимал участие в работе конгресса я не был делегатом конгресса я выступил и рассказал свое видение почему я считаю что деть депутаты которые сейчас есть в ради 80 процентах случаях совершают преступления там были масса людей которых я знаю на блокаде видел которые были на душевского с батальона донбасс но еще раз мое отношение конгрессу следующее любые инициативы как людей проживающих за кордоном наших граждан так и людей проживающих в украине для того чтобы прикатить царящий беспредел отстранить от власти законным путем владу крадеев то лигархи очистить украинскую власть и начать спраженной реформы любые действия которые направлены на пользу украине я считаю положительным но это не значит что я их там полностью поддерживаю потому что мы идем возможно разными путями но я не считаю необходимым отсиживаться в кустах и делать вид что я в домике меня пригласили я приехал те кто там тявкает тяв 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 в том числе люди которые себя за националистов выдают я различаю те кто справжен националист и те кто себя за них выдает я рекомендую иди к чертовой матери вы уже протявкали двадцать лет идите к чертовой матери я поважаю националистов я поважаю патриотов я поважаю волонтеров но те кто бездействует десятилетиями тех кто подыгрывает молчанием или подтягиванием власти мародеров моего уважения не вызывают какие у вас гербы и погоны не были напялины вот и все дальше про бубенчик ну друзья я бубенчика подавал свое ходатайство взять на поруки потому что я считаю что он имеет право за скажем так отстаивать свою невиновность точно так же как и министры и депутаты и судьи и прокуроры на свободе я был один из тех кто подал такое ходатайство в качестве кандидата в президенты я со своими приоритетами не определился я поясню почему у меня еще есть время человек который должен победить на президентских выборах и реально вывести страну не быть вторым ющенко вторым порошенко должен обладать по моему мнению следующими чертами следующими с дивностями первое он должен быть закаленным в борьбе то есть мы должны знать что он не сломается потому что это очень серьезная борьба поверьте но я знаю четыре года второе это очень грязная борьба кстати она найти она бьет снаряд и пуля бьет в одну точку а это бьет по самому что у тебя есть она бьет по твоим представлениям от чести а морали она переворачивает полностью твое представление о людях и нужно очень серьезные силы чтобы человек реально не сломался второе человек должен иметь опыт если он не понимает как управлять державой его никто не научит и может обступить толпа советчиков и в лучшем случае если это толпа будет квалифицированной может бы что-то начнет получаться но большая большая скажем так вероятность что это будут люди которые будут оставить свои интересы у нас сейчас не время экспериментов когда страна реально находится на грани разрушения у нас и внешняя агрессия и внутренняя оккупация поэтому должен быть понимание как управлять державу желательно опыт этого и поверьте тут опыт нужен специфический потому что большая часть людей имеющих опыт сами дано скурвились то есть незламность второй опыт третья команда ты один ничего не сделаешь и очень важно иметь вокруг себя команду и четвертое этот человек должен иметь шансы победить потому что порошенко заинтересован чтоб от народа выдвигалась 40 50 человек чтобы они распорошили голоса а он пользуясь там гречкой своими полномочиями президентскими пугая народ а то путин пропадет нападет опять бы прошел я сейчас определяюсь как гражданин украины какой из кандидатов будет этим требованием соответствовать поэтому я не буду вам врать я не могу еще сказать о том что поддерживаю какого-либо кандидата я не хочу экспериментировать я четыре года изучал в борьбе то что происходит внутри этой системы который давно по нас носить и вместо нее строить новую я не хотел бы не хотел бы вас обманывать что это все просто очень легко и обязательно скажу когда я определюсь со своими предпочтениями дякую но я поважаю право тех людей которые собирались на этом собрании выдвигать свою кандидатуру это их право я уважаю их я уважаю всех тех кто кого они выдвинули о том кого я буду беспосредственно поддерживать я вам сообщу когда я определюсь сам дальше семена что никто не говорит пропавший конгресс про народный трибунал будь ласка объединяйтесь до всей силы с богом мы готовы и я и наши хлопцы батареона донбасс объединяться с любыми людьми которые на деле потому что балаболов 99 процентов на жаль на деле делает шаги к независимости нашей страны к тому чтобы она была сильная со свободным бизнесом с доброчестной краиной и сильной обороной поэтому с любыми людьми которые готовы реально действовать я готова объединяться значит я вас пана саммена дуже поважаю было впевнено что вы соболем и шевченко будете в празе примете участь дебатах кандидатов президента чему всего не сталося но уже на пани я буфу празе и я выступил в качестве народного депутата перед гражданами украины как принципе меня обязывает к этому присягам и поэтому вы наверное имеете информацию искажен этом был як вы ставите за першу национально конгрессу я уже объяснял это видно что у вас собесно национально конгрессу резолюции можно подчутать конкретно без демагогии вы почти я не совсем понимаю почему вы задаете вопросы мне в стиле вы любите бить детей или нет если я скажу что я люблю бить детей я буду негодяем если скажу что я не люблю бить детей начать все равно признаюсь том что я бью на самом деле их не бью я не хотел бы чтобы эти вопросы мне задавались давайте уже общаться взаимополагаю демагогия ну давайте факт это моей демагоги я буду вам отвечать на этот вопрос семена чему не поехал на конгресс богатые людей хотели чтобы были на нем присутни я був на конгрессе выступав как народный депутат и получил свою порцию война можете уже читать в прессе выборы якуй пронуете плануете противостоять и фальсификациям на выборах реально все преступления которые будут совершаться против воли вы изъявления народа украины как то фальсификации попытки подкупа попытки силового давления если народ украины активная его часть решит все-таки объединяться вокруг борьбы за нашу державу мы их поломаем и скрутим в бараний рог они будут сидеть в тюрьме если люди решат отсидеться значит поломают нас друзья у вас есть время до следующего года решать вам я могу сказать за себя я приложу все свои усилия чтобы проанализировать все ошибки которые я особо быстро как человека народный депутат допустил за это время изучить то что я не изучил например принцип организации людей как это делать технологически я обязуюсь перепрыгнуть через себя через свои умения и максимально выполнить свою работу по рассказам людям что происходит по обеднению людей и по противодействию что касается нас мы все сделаем сделать это что касается вас без народа мы ничто но нам не нужно давайте посмотрим на армению организовывать все сто процентов нам достаточно 3 процентов давайте приложим взаимные усилия протянем другу руки организуемся у нас все получится их очень мало они очень слабы и никто не доверяет только наша разъединенность этого мешает будем уединены будет все в порядке так вопросы задают тут часть вопросов я отвечу наверное придется завтра тоже выйти в эфир потому что вопросов очень много на часть вопросов я отвечу завтра обещаю все вопросы пройти сейчас еще несколько мне спрашивают по поводу семени хина в канатопе семен треба допомогти семенухина в канатопе но пусть вертается если помощь которая ему нужна на благо украине я готов помочь пожалуйста как гражданин и как народный депутат семени хина контактируешь семена замучился с видео лазить по вагонам с углем из московии друзья перши у нас не хватает сил для того чтобы перекрыть границу еще и с россией мы пока поддерживаем уже больше года существование палаточных городков в частности на бахмуте редутов для того чтобы контролировать линию размежевания то есть через линию размежевания никаких торговли с врагом не ведется возможно есть контрабанда машины там повозки но вагонов не ходят большая часть людей после грушевского у нас сейчас либо под следствием либо под домашним арестом либо на впрямую находится под уголовным делом и нам необходимо сейчас состоять еще наши хлопцы насколько я понимаю речь идет о видео которое записывал мэр конотопа семенихин о том что через конотоп идут вагоны с российским углем поясняю первое мы больше года получаем документы с конотопа с конотопской железной дороги и видим что 80 процентов того что там идет это транзит с российской федерации до венгрии до польши до инших краин транзит второе мы готовы вместе с патриотами украины усиливать свои силы и закрывать все дырки через которые ведется торговля с ворогом не только через линию размежевания но и через границу с россией если мэр конотопа организует патриотов в самом конотопе прекратить лазить по вагонам мы готовы вместе я готов с любым членом любой партии про украинской который защищает интересы украины наши хлопцы готовы объединить усилия эту дырку закрыть я вам даю в это обещание я не буду вам врать рассказывать о том что я готов сейчас и наши хлопцы готовы перекрыть весь кордон россии сами нас слишком мало давайте обедним усилия напишите мэру конотопа я его поважаю как проукраинского политика пусть выходит на звезок с галом с акимом с нашими хлопцами тонбассовцами они знакомы корнию свои дии и дают по жопе ворогу и в конотопе тоже я буду только счастлив я буду присоединяться большое спасибо что задаете мне такие вопросы прошу вас помочь в объединении всех патриотических сил на благо украины я готов слово за иншими так вы обещали позаботиться вдове федора из карловки что же помешало большое спасибо за вопрос это вопрос тоже в стиле вы любите бить детей или нет если я отвечу что я детей бить не люблю то выяснится что я их бью хотя это неправда если отвечу что детей бить люблю выяснится что я негодяй зачем вы задаете такие вопросы первое когда я призывал как командир батальона людей на защиту украины от российского агрессора я четко говорил и вы можете постоять мои посты я ничего вам не обещаю кроме возможности взять руки оружие и гнать врага с нашей земли от вас требуется только одно желание и возможность отдать жизнь если нужно за нашу страну для любителей делить землю для любителей получать льготы я уважаю право украинцев на свои льготы и землю но лучше идти другие подразделения у нас было подразделение такое и я сам особо быстро был готов отдать жизнь за украину теперь естественно на помощь всеми погибших бойцов на помощь раненым на помощь пленным батальон донбасс просил украинцев эту помощь оказать если мы говорим про семью федора из карловки это первые пятерка погибших когда мы создали батальон донбасс и перевели его уже после этого национальную гвардию в июне месяце пришли предприниматели и пожертвовали на семьи погибших один миллион гривен они просили не называть свои координаты я с ними до сих пор поддерживаю контакты и низкий вам поклон что я сделал после этого я сделал возможно не те вещи за которых меня аплодировал бразенблат или многие иншие борцы за свободу я принес эти деньги построил батальон показал эти деньги и сказал что каждой семье будет пятерым семьям выделенный свой своя часть и эти деньги были выделены это первое второе все те кто формировался новых петровцах благодаря гражданам украины которые помогали питались америке терринговое питание при выезжала машина привозились дочки людей кормили горячей пищей бронежилеты каски ботинки военная техника машины топлива все поставил народ украины не олигархи не эти бляди из руководства очень многие национальные гвардии которые нас не выпускали на фронт потому что не давали бензина и низкий вам поклон уважаемые украинцы и волонтеры я лично контролировал чтоб семьи раненых семи погибших пленные получали деньги мне я честно скажу очень больно смотреть как очень многие люди которые влились в хор поливающих дерьмом добровольцев рассказывать кита по этому поводу несенитницы мне не все равно что происходит семьи погибших людей их больше ста просто если вы пишите какие-то вопросы напишите лучше в личку чем конкретно сейчас помочь мы создали благотворительный фонд я сам лично этим занимаюсь попросите если вы знаете о том что кому-то нужно помочь а я не знаю попросите семью наших погибших бойцов связаться со мной написать мне в личку позвонить мне не все равно но просто вы меня оскорбляете когда даже немного намекаете что мы могли что-то сделать для людей и не сделали да я не ворую да я живу в съемной квартире да я живу без машины да у нас нету миллионных долгов по сути мою декларацию вернее нету миллионных доходов я не пользуюсь машины которыми дала верховная рада которая каждому депутату положено я не голосовал ни за один бюджет я не беру взяток мне это противно и но то что помогает народ украины то что я сам могу финансово подписать какой-то запрос приехать лично помочь я делаю поэтому если вы что-то знаете что кому-то из семей наших погибших бойцов нужна помощь не пишите мне таких вопросов жопу свою поднимите я вам говорю по-человечески и по-дружески напишите мне в личку чем нужно помочь и поверьте на это я и мои боевые побратимы с которыми мы сейчас вместе продолжаем войну против внутреннего уже ворога найдут на это время и силы мы не обещаем золотые горы нас их просто нет но все что у нас от нас зависит мы сделаем потому что для нас погибшие побратимы это святое дякую за разумение извините может быть немножко за экспрессию это просто для нас святое когда будем вешать и барыг ну наверное на вопрос когда будем вешать барыг я наверное закончу сегодня уважаемый вопрошающий когда вы научитесь приезжать и отставить свои права хотя бы на минимальном митинге даже когда нас не бьют где-то а когда просто мы выходим к граждане украины и требуем от власти что-либо когда мы говорим мы граждане мы гражданского общества мы имеем право вот когда вы научитесь хотя бы приходить на такие митинги тогда вы мне будете задавать подобные вопросы наказание нужно но я различаю бесконечную болтологию фейсбуке от реальных вещей научитесь сначала защищать свои права хотя бы минимальный способ а потом не говорите про вешение барыг теперь если серьезно я категорически против смертной казни я за то чтобы все те кто разговаривал украину неважно президент его семья судьи прокуроры депутаты полицейские начальники с бушники начальники все кто разговаривал страну не вешались не садились на палю не расстреливались а были осуждены по проговору нашего украинского суда с конфискацией всего майна и пошли на каторгу с ядром на ноге на строительство дороги крапивницкий миколаев или инших дорог которые они и деньги на которые они все это время разворовывали они должны видеть как они своим каторжным трудом отстраивают украину их те люди которые сменят должны видеть судьбу тех людей кто нарушает украинские законы и обворовывают украинских граждан и это все должно привести к тому что наша страна из нищей страны третьего мира станет уважаемым сильным государством из которых не будет уезжать наши дети из которых не будет уезжать на клубнику или еще там на что-то наши граждане а которая сможет обеспечить благополучие каждого человека который трудится нашей стране который сможет защитить каждого человека любой точки земного шара и вот к этому мы все усилия приложим а насчет вешения барыг давайте свои фантазии отличать от реальности а реальности будет колоссального труда я абсолютно уверен что тут уменьшается успехом эту страну увидят даже не наши дети ее еще увидят мы друзья пишите вопросы в комментариях я обязательно завтра зайду в фейсбук и отвечу на те вопросы на которые не успел и последнее завтра в 10 часов будут у нас первые сборы уже практически силы обороны украины нашей базе да я знаю что три месяца пришлось ждать но мы подготовили учебные материалы подготовили инструкторов подготовили полностью курс и завтра благословляясь начнем все будет доброе слава украине рады всех бачите